Друзья мои, и снова здрасте! Я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках и, возможно, данный сериал будет кому-то полезен. В этой серии фильмов о мощных палках я пытаюсь вас вкратце вести в курс, скажем, дела, познакомить с определенными удилищами мощного строя, скажем так. Поэтому серия фильмов называется серия фильмов о мощных палках. То есть данное удилище можно применять как при ловле сазана, сама, троллинга. Все они разные. Изначально они какие-то создавались под морскую ловлю, под морской джиггинг, какие-то под бигбейты, под джербейты, палочки пилкерные. Разные-разные-разные истории у каждой палочки, разные задачи. Но их всех, все эти палочки, по сути, объединяет одно. Это троллинг в один спиннинг. То есть я подбираю удилище именно такого класса, такого, ну, строя, скажем так, такой мощности из всего, что есть на рынке. То есть у меня для троллинга в один спиннинг нету профессиональных троллинговых удилищ. Не сделали еще на сегодняшний момент профессиональное троллинговое удилище для троллинга в один спиннинг. То есть есть профессиональные троллинговые удилища, но это все для морского троллинга, по сути, изначально. Для какого-то стаканного озерного троллинга. Но для троллинга в одну палочку, когда мы держим спиннинг в руке и полностью хотим контролировать, полностью, повторюсь, контролировать ход событий, чувствовать мельчайшие судачьи поклевки. Ну и, грубо, как бы вот объединяя все это вместе, ловить, скажем так, со спиннингом в руке, получая полноценную картину, да, получая удовольствие от данного вида ловли. Можно использовать разные удилища, и дешевые, и дорогие, но самое важное, чтобы бланк удилища был звонкий, чтобы удилище было не сильно тяжелое и в меру жесткое. Жесткость удилища мы уже подбираем под свои задачи, под свои цели. Под одни условия менее жесткое, под другие условия более жесткое. Длина удилища в среднем должна быть для троллинга в один спиннинг где-то от двух метров, можно метр девяносто, ну, может быть, даже метр восемьдесят пять, ну, где-то вот от этого, вот, и до двух сорока. Можно использовать и более длинные удилища, возможно, можно использовать и более короткие удилища, но удобнее всего использовать размер где-то в районе, я говорю, двух-двух сорока. И подводить удобно, и, ну, в целом комфортнее ловить. И в сегодняшнем видео я хочу вас познакомить с очень интересной палочкой. Палочка очень стильная. Изначально она создавалась под бигбейты, под джеркбейты, если я правильно, как бы, информирован. Ну, и, судя по всему, как бы, по ее строю, по ее конструкции, она именно под эти условия-то, в принципе, и создавалась. Тут можно даже и не гуглить, наверное. Под тяжелый кастинг. Кастинг. Под тяжелый кастинг. Палочка с курком. Изначально сделана под мульт. Колечки очень низкие, очень легкие. Удилище прям вообще, по сути, пушинка. С разнесенной ручкой. Палочка от компании 13 Fishing. Модель Fade Black. Длиной 2 метра 24 сантиметра. С тестом от 40 до 130 грамм. Итак, давайте ее посмотрим поближе. Она реально очень такая, ну, скажем, стильная. Она не какая-то прям вот невызывающая, но в то же время она стильная. Давайте ее посмотрим поближе и поковыряем в очередной раз мою любимую стену. Итак, друзья мои, ручка немного коротковата. То есть она, да, вот так находится. Вообще, по идее, для троллинга в один спиннинг ручка должна быть под локоток или за локоток заходить. Так нам удобнее держать. Рука не будет уставать, потому что мы постоянно на протяжении, там, не знаю, 5 часов держим спиннинг в руке. И нам нужен какой-то вот этот упор. Также при подсечке, чтобы не вышибала в сторону, не уходила она. Или при рывке сильном, особенно, ну, допустим, сам сон клюет, сон попадается, и сильно идет рывок. Чтобы нам ее не вышибало, нам нужна ручка под локоток. Но, это же палочки изначально сделаны под кастинг, под бросковую ловлю. Это я уже как-то придумал под использовать техпатроллинг в один спиннинг. А так-то, кто их разрабатывал, кто бы об этом думал. Они сделали все правильно. Палочка предназначена для, даже, может быть, рывковой проводки. И поэтому ручка того литки короткая. Это удобно. Под кастинг, в принципе, все удобно. И забрасывать удобно, и подтвичивать будет ей удобно. Хотя, в принципе, если сделать немного подлиннее, сильно, наверное, ничего бы не изменилось бы. Но, повторюсь, изначально она создавалась под кастинг. Поэтому никто не думал ни о каком троллинге. Это уж точно. Так вот, с ручкой вот такая вот как бы беда. Но, вот я ее сколько раз не держал в руке. Вроде бы как она вот ложится вот сюда. Прямо вот, по крайней мере, у меня она вот так ложится. Не знаю, руки у нас, ну, у всех, наверное, разные. И, наверное, я вот попробую. В принципе, бывают совсем короткие, да? Вот они вот здесь вот где-то будут, как вам показать. То есть, у меня цепляется она еще. То есть, она не такая уж и короткая, она цепляется. То есть, в принципе, ей, наверное, ловить-то будет и нормально. Если бы она была вот такая покороче совсем, то да. Вот здесь вот были бы проблемы. То есть, совсем если твичевая ручка. А здесь вроде бы как еще вот я зацепился и, в принципе, все. Вот она у меня вместе с рукой и работает. Я думаю, что, в принципе, может быть, терпимо будет. На воде посмотрим, как говорится. Итак, с ручкой разобрались. Палочка очень легкая. Я ее собираю и покажу вам стройудилище. Блин, это, конечно, пушка. Друзья, спиннинг далеко прям не кол. То есть, этот спиннинг подойдет под водоемы прям идеально. Без течения. Для водохранилищ разноплановых. Под приманки. Под приманки от самых-самых там каких-то мелких, наверное. Вот. До, 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 до. Возможно, даже и до халкообразных, если ловить на водоеме без течения. Я, кстати, в августе попробую его там и проверить. Ну, его имеется в виду данный банк. Данное удилище. Там и проверю. Вот. По жесткости, по строю. Напоминаю, чем там, наверное, Авачу. Только она раза в два легче. Данная палочка, реально. Пушинка прям. Да, построю, наверное, как Авача. Возможно, как Ессей. От Шимана. Что-то типа такого. По-моему, что-то было похоже еще от Бальзер. Ну, вот что-то такое. Не сильно, не сильно, Не сильно прям уж жесткое. Не кол, да. То есть вот давим. И вот все. Дальше уже давить мне не очень приятно. Одной рукой давлю. Вот, все. Повторюсь, изначально спиннинг создан под бросковую ловлю, под тяжелые приманки. Огонь вообще. Ручка, друзья мои, реально стильная. Палка сделана прям, ну, очень стильно. Вот этот хром, он прям как-то в глаза бросается. Причем он, сейчас я ручку сниму отдельно. Причем хром присутствует как здесь, так и с торца. И снизу. Прям как будто это все выточено на станке. Очень стильно. Первое кольцо, первое кольцо, чтобы понятно это было, его даже не видно нифига. Оно очень низкое. То есть этот спиннинг изначально предусмотрен только под мульты. Никаких безнерационных катушек. Только мульты. Вот это, друзья мои, реальный инструмент. Это, конечно, не под все задачи под троллинг в один спиннинг он подойдет. Допустим, на Волге на сильном течении. Допустим, халкообразный уже ну, не погоняешь, наверное. Тяжеловато это будет. Нагружаться он будет сильно. Ну, под бандосики, под какие-то там 80-е, 75-е, там, я не знаю, там 65-е, там 50-е приманки. Даже, наверное, 40-миллиметровые приманки эта палочка будет просто огнище. колечки, блин. Колечки очень, очень, очень низкие. Их реально почти не видно. Первые, друзья мои, колечки. Ну, это вообще просто. Музыка. 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 Данный спиннинг сделан из высокомодульного карбона. По-моему, с ним память изменяет 30-тонного. Чулька у данного спиннинга не то, что хорошая, она превосходная. Реально, звонкость данного бланка сравнима, наверное, с хорошей джиговой палкой. Малейшие тычки передаются в руку через бланк. Вот такое, друзья мои, замечательное, реально удилище. С офигенной чуйкой. Палка очень звонкая, легкая. По сути, универсальная. Ей можно ловить как на водоемах без течения, на водохранилищах, на озерах, так и на реках, ну, скажем, с умеренным течением. Возможно, даже для Астраханской области кому-то данное удилище зайдет, если использовать, ну, скажем, бандосы и какие-то приманки не совсем сильно упористые. Строи удилища чем-то напоминают, наверное, Авачу. Все, друзья мои, на этом все. Всем, как обычно, желаю рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше и отпускайте чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова